с предыдущих версий Unity и новая. В целом это уже по поводу скриптов, которые анимацию воспроизводят. У нас новая система Mecalim, а есть еще Legacy. Но в любом случае у нас в Unity присутствует редактор анимации, с которым мы можем работать. Анимации в терминах Unity это просто записанные некоторые клипы, в которых мы записали все изменения на таймлайне неком, которые производятся над объектом. У нас есть моменты времени, в которых должно что-то произойти. Это и будет анимация. То есть любое движение, еще что-то мы можем таким образом выразить. То есть само движение перемещения объекта обычно мы пишем в скриптах, но какие-то визуальные части мы пишем в анимациях. Для того, чтобы записать анимацию над объектом, сначала мы его с вами создадим. Давайте даже новую сцену, на эту сохраним. Новую сцену, на которой я размещу, например, мой какой-нибудь элемент по типу дерева. И запишем анимацию его качания. Для того, чтобы записать анимацию на него, нам нужно перейти во вкладку Window, и здесь открыть окно Animation. У меня открывается такой симпатичный таймлайн. Далее нажимаю Create, создать анимационный клип. Создаю правую кнопку мыши в папку Animations. И сохраняю его здесь, предварительно как-нибудь назвав. Я назову это Idle. Это анимация по умолчанию такая. Все. У меня, во-первых, создался анимационный клип в проекте. Во-вторых, на объекты добавился автоматический компонент Animator. И в-третьих, создался анимационный контроллер, с которым мы еще обязательно поработаем. Пока что вот эта анимация будет воспроизводиться по умолчанию. У меня есть таймлайн, то есть произведение каких-то действий над объектом в определенный период времени. Мы можем записать действий над любыми из компонентов. То есть, все, что вы видите в настройках, мы можем так или иначе заанимировать. При качании дерева это такое постепенное его вращение. Ну, смотрите, что интересно. У меня сейчас вращение осуществляется вокруг пивота, который находится вот здесь. Соответственно, если дерево будет качаться вокруг своего центра фикфактического, качаться оно будет стремно. Мы можем либо, если это двухмерный объект, мы можем в его настройках немножко сместить пивот вниз. Если это трехмерный, нам, скорее всего, придется создавать дочерний объект родительский, который будет являться пивотом. Помните, как мы делали куб, делали пустой объект, говорили, что этот куб дочерен к этому пустому. И теперь вращали вот этот, и куб вращался вокруг вот этой точки, а не вокруг своего центра. Здесь достаточно будет переключиться пивот или центр общий. В случае с деревом все гораздо проще. Мы выбираем спрайт наш. Что не выбирается? 3, 2. У нас тут спрайт not state single. Мы переходим в спрайт эдитер и вот эту центральную точку смещаем в самый низ. Можем даже просто сделать по x 0, 5, да, центр, а по y 0, самый низ. Нажимаем apply. У нас пивот сместился вниз. И теперь, когда я вращаю объект, я вращаю вокруг его низа. То есть вот так качание будет сделать гораздо прикольнее. По сути, качание это изменение координат, изменение оси z. Для того, чтобы ее изменить, я сначала в нулевом кадре нажимаю add property и говорю, что хочу анимировать поворот. Далее я переношу на таймлайне на половинку секунды свой текущий указатель. И опять-таки add property transform. Нет, так я уже добавил. А теперь нам нужно, собственно, изменить property. То есть я оставлю на 0 секунд, на полсекунды. И здесь изменяю значение. Говорю, что хочу, что за полсекунды он смещается вот сюда. Давайте, наверное, на 5. Теперь, если плавненько провести, мы увидим, как плавно у него rotation изменяется от 0 до 5. Потом обратно до 0. А у меня по умолчанию добавились эти ключи анимационные в конец. Можем еще через полсекунды он меняется до минус 5. Видите, сразу ключи добавились. А потом за полсекунды он меняется обратно в 0. То есть, чтобы дерево раскачивалось туда и обратно. Теперь можем воспроизвести анимацию, нажав вот эту кнопку. И вы видите такое движение. Качание дерева. Есть действительно тут кнопка records. Она делает, что вы можете поставить кадр и произвести с объектом любые действия. И сразу все эти действия запишутся. Но, честно, не советую. Просто будет очень сложно с этим работать. Очень много косяков будет. Ключи можно опять-таки копировать. Я уберу все вот эти позиции, которые я изменяю. Скилы. И буду работать только с вот этим. И у меня получится какой-то анимационный клип. Я могу закрыть это окно. И у меня по умолчанию этот клип воспроизведется. То есть, он находится в контроллере анимации, с которым мы обязательно поработаем. Если мы разместим это дерево куда-нибудь на нашу сцену, там оно будет смотреться вполне красиво. Сейчас переместимся с вами на сцену main, наверное. Нет, не main. Тест 2, да. Беру крифаб дерево и ставлю вот сюда. Немножко его вкапываю. Это делаю на минус один слой. Чтобы у меня корней не видно было. Сейчас я вижу, как у меня плавно раскачивается дерево на фоне. Ну, кстати, не так уж и плавно. Довольно оно такое дерганное получилось. Аниматоры из меня не лучше. В настроях анимации, если мы выберем анимационный клип, то мы можем поставить галочку loop time. Это означает, что анимация будет повторяться. Можем убрать loop time, тогда анимация воспроизведется один раз. Все, качнулось и успокоилось. Анимировать мы можем, повторяясь, любые свойства объектов. То есть это как-то принципиально. Можем записывать несколько анимационных клипов, но как они будут работать, мы уже должны разметить в нашем компоненте аниматор. Для того, чтобы создать новый клип, мы можем перейти в этот меню раскрывающийся и нажать create new clip. Это этот новый анимационный клип, с которым мы будем работать. И, следственно, здесь можем переключать. Сейчас мы работаем на вкладке dobsheet, которая позволяет нам располагать ключи анимации и ключи событий. Но также можем переместиться на вкладку curves, кривые. То есть Unity автоматически генерирует кривую. То есть вот это движение происходит по нарастающей, потом назад. Вот так изменяется значение. Все эти кривые мы можем изменять, как мы хотим. Например, я хочу линейное движение сделать, чтобы раскачка была как можно более плавной. Ну как плавной? Она должна именно быть четкой. То есть качаться без перерывов с одной скоростью. Туда обратно, туда обратно. Сейчас вот оно по затухающему шло. Могу ключи, соответственно, как угодно изменять. Могу добавить дополнительные, могу их как-то сгладить. То есть делать могу великое множество действий. Вот здесь могу, например, такой скачок сделать. С обрывом. Оп, look in my dad. Это дерево невротик. Как я иногда моргаю, моргаю и могу головой дернуть. Вот такие дела. Есть ли по этому окну какие-то вопросы? Потому что сейчас мы с ним продолжим работать. Я хочу показать, как мы делаем обычно анимации движений, потому что анимация движений при переносе на другие объекты она может работать не так, как думали вы. Ну хорошо, допустим, вопросов нет. Мы удалим вот этот объект, создадим новый. Например, возьмем опять-таки излюбленный наш ящик и запишем ему анимацию движения. Я даже не поленюсь, включу record mode, скажу, что хочу записывать анимацию позиций, перемещусь вот сюда, двинул объект вот сюда, сюда, двинул вот сюда. И потом он типа идет сюда, но он дернется вот сюда. И получаю вот такую анимацию, интересно. Ну или даже, наверное, знаете, не такую сделаем. Выделяем просто все ключи. Сделаем анимацию такого вида. Начинает отсюда. За секунду достигает земли. За 20 миллисекунд он с сохранением масштаба вот так ударяется. А потом выходит обратно в единицу. Вот так его вытягивает. Вот нормальная тема. Вот здесь его немножко корежит, потому что, видите, идет интерполяция от этих ключей. Вот этим, когда он уже размаженный. Вот тут мы можем вставить ключ, когда он начинает ударяться. Вот в этот момент. Теперь он начинает мажать. И вот здесь сказать, что все-таки единицу я хочу. Поставим вот этот ключ. Так он ударяется. Опять-таки, вот эта кривая не позволяет нам сделать... Видите, он ускоряется, ускоряется и замедляется перед приземлением. Соответственно, просто кривую подредактируем с вами. У нас изменяется Y, зеленая. И правый тангенс мы сделаем линейным. Падать теперь он должен без замедлений. Падает, ударяется, расшибается. Так, скейл нам немножко подтянуть, конечно, хотелось бы. Как его бы найти? Вот он, наш скейл. Ключи немного сдвинуть. Даже еще их. Воспользуемся принципом удержания позы. Когда он достигает вот этой точки, он немножечко нырнет вниз. Не так сильно. Немножечко. А потом вынырнет. Назад. Ну ладно. Тут дрочиться можно долго. Да, самое главное, что мы записали анимации, которые изменяют позиции нашего объекта. То есть мы заанимировали его позиции. И теперь, если мы этот объект продублируем, мы ожидаем, что он будет падать со своих позиций вниз, ударяться. Да и все будет окей. Давайте так. У нас есть сейчас два варианта события. Первый. Все объекты полетят вниз. И второй. Все объекты полетят с этой точки вниз. То есть с одной точки вниз полетят. Кто голосует за первый, кто за второй? Надо было, наверное, тут второй зеленый пометить. К сожалению, да, сейчас объекты все полетят с одной точки. Они не удалились. У нас действительно все три переместились сюда. Потому что в анимациях строго прописано, видите, что он перемещается вот этих точек. В таком случае мы могли бы, если мы знаем, что объект летит точно вниз, мы могли бы из анимации удалить анимацию x-оси. То есть составить ее... Ну, это, кстати, нельзя сделать. Я вам соврал. Мы могли, да, не анимировать x-оси. В редакторе вообще нельзя, насколько я помню, сделать не жестко, да, то есть что относительно, да, текущих позиций мы будем анимироваться. Вот это нельзя сделать, но можно пойти на ухищрение. Она все равно так вот работает. Сбрасываю этого. Мы можем пойти на ухищрение. Мы можем взять и записать анимацию относительно родительского объекта. Например, crate. Вот, и относительно него уже анимируется вот этот crate. То есть все изменения координат относительно родителя. То есть сейчас он будет работать точно так же. Ну, как так же. Ну, примерно, да. А переместив родителя, мы, соответственно, получим анимацию дочернего объекта относительно родителя, который смещен. То есть если нужно произвести анимацию по позиции, то анимируйте объект в нулях родителя, а потом родителя можете просто переносить и получить необходимую анимацию. Ну, здесь уже смещенный, да, там у нас ящик относительно родителя по иксу смещается. Мы уже сразу записывали так в мировом пространстве. Вот, все остальное, оно, конечно, не так чувствительное. Например, изменение цвета. То есть как мы можем заанимировать? Да, очень просто. Взять и сказать, что я хочу на объекте, анимировать, спрайт-рендерер и анимировать цвет. И все. Хочу, чтобы в конце он становился, брал ноль красного, да, и становился таким зеленоватым. Вот будет метрополяция происходить, и он потихонечку будет зеленеть по времени. Можем даже перезаписать нашу анимацию. Создать новый ящик. И заанимировать его. Анимировать позицион. И что за секунду он достигает самого дна. Вот, нажимаю сюда, добавляю ключ. Ну, старый удаляю. И добавляю новый. Насильно текущих значений. Да, и получаю вот такое вот падение. Выключаю эту тему. Дублирую родительский объект. И, соответственно, все ящики у меня теперь будут. Ну, кроме тех, что мы раньше записали. Жестко вниз попадать. Какая-то психоделическая игра получилась такая. Тут нужен ксанекс. Тут нужен ксанекс. Тю-тю-тю-тю-тю. Оп. Нужен ксанекс. Вот. Вопросики есть какие-нибудь, может? Я пока почитаю, что у нас там дальше. Покадровая анимация, кстати. Потом механин, потом вкусная анимация, потом скрипт-движение. Анимация, поэтому еще все платформы и скрипт-меню. Инвентарь, call view, layout group, layout элементы, drag-and-dropы. Поднятие предметов, выброс предметов. Это самое сочное. Итак. Как мы можем осуществить покадровую анимацию? И что это такое? Смотрите. У нас есть множество спрайтов, картинок, которые определяют, какое-то действие нашего объекта. Ну, это кадры анимации, по сути. Если их очень быстро мотать, мы увидим, как он что-то делает. Жопко. И мы можем это все анимировать тоже в юнити. Например, я беру базовый спрайт вот этот, перемещаю вот сюда. Перехожу в окно анимации. Записываем анимацию. Например. И теперь я могу, соответственно, взять и у спрайт-рендера заанимировать на что? Правильно. Поле спрайт, да? Заменять спрайт во времени, тем самым добиваться анимации. Либо могу воспользоваться более простым путем. Выделить необходимые мне анимации. Например, вот он шагает. Ну, кадры. И просто взять, через шифт их выделить и перенести на таймлайн. Я их, кстати, могу взять и перенести на сцену, тогда у меня анимация сгенерируется. Вот я их переношу на таймлайн. Теперь, если запускаю, то вижу вот эту скоростную анимацию. Рекомендую вам samples ставить не 60, да, по умолчанию, а то, сколько у вас кадров. Сейчас у меня кадров получается 8 штук. Мне нужно 8 samples. То есть всего 8 точек изменений. Анимация сейчас получится все-таки быстрая. Но это не так. Ну, кстати, она не такая быстрая будет. У нас 8 samples означает, что 8 кадров в секунду будет. За секунду вся анимация сместится. Если вам нужна анимация медленнее, ее лучше не здесь сделать. То есть мы потом, когда будем воспроизводить эту анимацию, мы будем указывать ее скорость. Мы получили такую покадровую анимацию движения персонажа на нас. То есть в этот момент он может увеличиваться каким-то образом. Что, вот он идет. А ходьба это что? Правильно, это. Увеличение. Вот такой проходится мимо нас, как призрак коммунизма. В этом суть по кадровой анимации. Просто изменение кадров. Ничего особенного. Главное, ставьте сэмплы по количеству кадров, и все у вас будет хорошо в жизни. И руки после еды мойте, и еду, и ты тоже. И если секс, то только безопасный. Конечно же. И маму любите. И кашу по утрам кушать, и кашу по утрам кушать, и очень полезно. Живудку приятно будет. Миккали. После того, как мы записываем кучу анимаций, нам хочется с ними со всеми работать, воспроизводить и так далее. У юнити есть слой абстракции, который позволяет нам работать не с анимациями напрямую, и так говорить, какое я хочу воспроизвести, а через специальный контроллер, в котором я расписываю, какие анимации воспроизводятся после каких и при каких условиях. То есть, ну вы заметили, что после записи анимации на объекте у нас добавился компонент Animator, у которого есть контроллер. Animator, собственно, это и есть абстракция, которая воспроизводит... ну, не совсем. Этот компонент воспроизводит анимации, и с контроллером мы работаем через него. Сам контроллер у нас находится в папочке Animations, он автоматически сюда добавляется. Мы можем создать свой контроллер, нажав правой кнопкой мыши, Create, и здесь Animator Controller. Для того, чтобы с ним работать, нужно специальное окно, которое мы можем открыть во вкладке Window, Animator. И мы увидим нашу машину в состоянии. Что здесь происходит? У нас есть блоки анимации. Сейчас я выберу объект Human Sprite, по умолчанию у меня выбрался его контроллер, в котором я работаю. У меня есть состояние, через которое я провожу так называемый transition, то есть переходы. У меня есть также параметры, вот здесь переключить можно, которые я могу задавать в транзишнах. То есть, переход происходит тогда, когда удовлетворяется какое-то условие. У меня есть несколько базовых состояний. Это Engine, то есть, когда начинается анимация. И Animated State, это из любого состояния. То есть, переход можно осуществить. Тут у нас есть такой вот желтый квадрат. Это дефолтное состояние, в которое мы попадаем с самого начала. Если мы хотим его изменить, мы можем нажать правой кнопкой мыши, Create State и Create Empty. Потом можем нажать на Entry и нажать здесь Set State Machine, Set Default State. Ужасно. То есть, по умолчанию какое-то состояние, провести transition. Естественно, скажем, что вот эта анимация воспроизводится по умолчанию. Но у нас transition state isEntry в этот уже по умолчанию. Это вот некое состояние, в котором указано, какая анимация воспроизводится. Здесь анимационный клип. И скорость воспроизведения анимации. Например, я могу до 4 поднять. Если я сейчас включу это все дело, он сейчас начнет шагать сильно быстрее. Я могу скорость уменьшить до единицы. И он будет шагать медленно. То есть, я могу записать еще парочку анимаций. И провести между ними переходы. Например, у меня будет анимация. Вот эту назовем анимацию idle. Просто стоит на месте. Вот эта анимация run. И осуществлю переход из idle в run. Для этого я нажимаю правой кнопкой мыши на состоянии. Make transition и run. И обратное. То есть, я могу попасть в состояние idle и в состояние idle. Перейти в состояние idle. Давайте запишем анимацию. То есть, во-первых, в run мы берем наш вот этот вот player some animation, да, нам подходит. А idle нам нужно переписать. Для этого я перехожу обратно в окно animation. Добавляю новый анимационный клип. Теперь так и назову. Run. Ду-ду-ду-ду-ду. А, нет, это был idle. Это был idle. Я, кстати, перепуталась. Но это у меня была анимация, которая называлась... Нет, play some move, кстати. Ну, все равно я немножко тут напутал. Найдем кадры, которые отвечают за анимацию. Он стоит и ничего не делает. Такой анимации у нас, кстати, нет. Но он может так вот ротично ножкой махать. Сейчас есть тут. Вот так вот он может делать. А вот эти два кадра. Даже, наверное, раз-два-три. Вот эти три. Ох-ох-ох. Три кадра. Сэмпл в троечку. И будет такая анимация. Сэмпл в троечку, я говорю. Он теперь ничего не делает. Перехожу в анимейтор. У меня, кстати, добавили, кстати, состояние по умолчанию. Ну, анимация записывает. Он, где-нибудь понимает, что нам нужны они будут. Поэтому я их добавил. Но мы уже разметили. А здесь нам нужно просто... Run мы уже сделали. И в idle назначить наш idle player. И теперь я как бы в самом начале попадаю вот в это состояние. А потом могу попасть вот в это. А из этого вот в это обратно. То есть в транзишнах это прописывается. Мы можем выбрать transition левой кнопкой мыши. И здесь выбрать, при каких условиях мы переходим из анимации в анимацию. As exit time указывает, что переход осуществляется, когда у нас заканчивается анимация. Мы сразу говорим нет. Мы не хотим. То есть мы хотим только при каких-то условиях это делать. Также у нас тут есть настройки блендинга. То есть две анимации могут смешиваться. Когда осуществляется переход, то есть у нас берутся какие-то кадры промежуточные, чтобы это все выглядело плавнее. Нам по кадровой анимации смешивания не нужно. Поэтому мы говорим, что у нас transition duration, длина перехода, оказывается ровно ноль. То есть никаких дополнительных... Переход мгновенный. То есть когда захотели, мы сразу перешли. Можно еще fixing duration включить. Обычно просто... Ну да, а fixing duration просто указывает, что вот этот переход осуществляется в процентном соотношении. Либо вот в миллисекундах. Я говорю, что ноль. Мне не нужно дополнительно ничего смешивать. Просто чтобы лишних дерганий не было. Здесь то же самое. Это можно и тут настроить. То есть вот этот визуальный редактор, он по сути вот это настраивает. То есть когда у нас происходит выход из анимации, да, и как вообще он будет происходить. По-хорошему, конечно, его вообще сдвинуть на единичку. Ну вот какой-то блядский редактор, вы видите. Только вручную позволяет это делать. Ну да, получается, offset в нуле будет. Здесь он будет в единичке. Так вот, нормально. Оп, перешел. Теперь мы можем настроить conditions. То есть условия перехода, какие-то состояния. Для того, чтобы настроить кондиции, нам нужно в параметрах, это вот в этом окошке, забить какие-то параметры нашей машины состояния, нашей схемы. Параметры может быть четырех типов. Это flow, дробное число, int, целое число, bool, просто boolean и trigger. С первыми тремя, я думаю, понятно, trigger отличается тем, что если его поставить, он автоматически снимается. То есть это какое-то действие. Например, нам нужны, в принципе, только bool значения, да, одно, которое мы назовем isMove. То есть если персонаж двигается, то мы переходим в состояние run. Если не двигается, то и мы находимся в состоянии run, то выходим в состояние idle. Это мы можем настроить в кондициях. Здесь я нажимаю на плюсик, указываю имя свойства. И говорю, что если оно равно true, то мы идем в run. То есть если мы находимся в idle, и у нас isMove true, то мы переходим в run. Если мы находимся в run, и у нас isMove равен false, то мы возвращаемся в idle. Выглядит как будет. Вот у нас персонаж стоит в idle в нашем состоянии, да, баклуша бьет. Мы перешли в isMove, сразу переход, и он пошел. IsMove снял, и сразу переход в idle, и он стоит. Соответственно, вот эти вот параметры мы можем назначать из скрипта. Аниматор это очень мощная система. Здесь есть и инверсивная кинематика. Пояснение, что к инверсивной кинематике нужно. Смотрите, у нас есть обычная кинематика. Это если у нас, допустим, представим, что у нас есть некая рука, которая стоит из трех суставов. А вот это, допустим, предплечье, плечевая кость, и вот эта вот с пальчиками, да, штучка. Кинематика это когда мы знаем углы поворотов суставов, и нам нужно просто руку выставить в такое положение. То есть найти точку, в которой она, в которой находятся вот пальцы наши. Инверсивная кинематика это когда мы знаем вот эту точку, и нам нужно выставить градусы в суставах, углы в суставах такими, чтобы, собственно, наш указательный палец указывал на эту точку, например. То есть мы не можем просто выпрямить все суставы в эту сторону, потому что палец указательный в таком случае пройдет эту точку. Он будет где-то здесь. Это неверно. То есть мы должны именно согнуть руку таким образом, чтобы он в эту точку указывал. Это и есть инверсивная кинематика. То есть просто найти углы, чтобы указывать в эту точку. То есть высчитывание поворотов на основе итогового значения. Это поддерживает механизм. То есть мы можем инверсивную кинематику головы сделать, что если у нас голова там с суставами шейнами, и нам нужно посмотреть в какую-то точку, Unity прекрасно может повернуть голову глазами туда. То есть то же самое для рук и для ног, что если я хочу поставить ногу в какую-то... Ну вот, например, у меня лестница. Вот у меня персонаж стоит. Я могу попросить Unity поставить ногу сюда. Да, и он нормально его выгнет. То есть поставить его вот так и вот так. Да, а не просто кочергу выкинет. Ну так на этом не выгнет, да, потому что слишком высокая лестница. Но это прикольно смотрит. Так на персонаж идет по лестнице, и он прям на ступеньки наступает, а не плывет по этой поверхности. И, соответственно, мы можем делать деревья смешивания, когда множество анимаций мы хотим каким-то правилам смешивать. Это Unity тоже поддерживает. Но в рамках какой-то такой вот простой анимации покадровой это все, конечно, нет, не необходимо. Я хотел с вами сделать блок трехмерной анимации, потому что один из моих первых коммерческих проектов, на котором я работал, это был трехмерный файтинг. Для справки нет ничего сложнее в плане анимации, чем трехмерный файтинг. То есть это прям жопа-жопа, наверное. Ну вот любую игру придумайте, там не такая будет дрочь с анимациями, как в трехмерном файтинге. То есть трехмерный файтинг, это когда сидишь и по кадрам все считаешь, все это прописываешь, оно все должно быть четко, сочно играться. И я как бы не то чтобы собаку съел на этом, но очень долго работал, поэтому в принципе много чего познаю по именно костной анимации, да, нормальной. Что-то все крутилось, вертелось, дралось и так далее. То есть схемы были реально огромные. Тогда еще не было этого скролла в анимейтере, ну где-то вот так вот смотришь, у тебя вот это вот все вот схема анимации, прочерченные. Со всеми переходами. Здесь еще дохерещу таких вот параметров. Типа знаете, там сидит из сидения суперудар, выход, тройной, четверной тулуп, потом он идет сюда, потом обвалил, а потом в рожу прилетело, а если ему в рожу прилетело отсюда, да, я вот это все вот так вот прокидываю. Очень много слоев было, аватаров различных. Постарались ноги отдельно, тело отдельно. Но задача такая была. Я хотел сделать с вами этот блок, взять...